Всем привет! Мы с вами едем по Барселоне в маршрутном автобусе номер 7 обычном городском и еду я до конечной остановки университария для того, чтобы подняться на Петральпес. Ну вот, пока я туда еду, вам показываю улицу, точнее проспект Пасеч-де-Грасия со знаменитыми архитектурными шедеврами конца 19 века, начала 20-го. А кто узнал шедевры, пишите комментарии. Специально не буду говорить. Кто-то скажет, какой легкий вопрос, прям ерунда. Ну вдруг, если будут смотреть те, кто в Барселоне не был, дети, подростки, я думаю, вдруг им будет интересно поразгадывать, кто строил вот такие необычные дома. Ну, кстати, не только дома. У меня много видео об этом, так что, если захотите, посмотрите. Вон там, видите, внизу экскурсанты стоят, желающие попасть внутрь. Ну, самые глазастые, конечно, разглядели, уже и прочитали, что там написано. А кто не разглядел, тут видео-стоп-кадр сделает красивые дома, не правда ли? Пасеч-де-Грасия была построена, начало его строительства идет вот как раз с конца 19 века. Когда были сломаны городские стены, часть городских стен оставили, и в центре города, возле кафедрального собора их можно увидеть. Очень много городских стен было сломано для того, чтобы расширить город. Вот смотрите, вот этот светильник со скамеечкой внизу. Вот внизу, видите, вот такие заслонки, как печки. И это были печки. Тут оклались трава, ну, понемножку, конечно, для того, чтобы на каменных скамейках было тепло сидеть зимой. Так как Пасеч-де-Грасия, это был проспект для богатых людей. Они строили свои дома, ну, как индивидуальные, так и доходные дома, для чего приглашали знаменитых архитекторов тогдашних. Вот. И этот проспект получился еще с тех времен местом с дорогой недвижимостью. Если вы богатый миллионер, то, может, вам денег тут хватит на квартиру купить. Но в основном здесь живут, если кто еще здесь живет, ну, а живут, да, живут люди. Здесь не только музеи, там какие-то офисы, магазины. Они живут еще с тех времен, это потомки вот тех тогдашних жителей. Вот это апартаменты дорогие, кстати, люксовые, ну, для туристов, которые хотят не в гостиничном номере жить, а как бы вот такой вот мини-квартире. И вот эти скамеечки с печками. Как видите, остановки частые, потому что, ну, вот, здесь это и с туристической целью тоже сделано для удобства, чтобы турист, даже если проехал остановку, вышел неподалеку. Ну, и для жителей, конечно, тоже, естественно, само собой, даже в первую очередь для зрителей, для жителей. Здесь посылу де Грасия заканчивается, и дальше, ну, сейчас мы будем разворачиваться, я вам покажу. Переходит в Гран-де-Грасия, называется улица, и там идет дальше, уходит это в район Грасия. Там, вот как раз тогда, с конца 19 века, тоже стали строить дома, поселялись в основном цыгане с деньгами. Есть цыганский район, называется его так, я не к тому, что я хочу какого-то оскорбить, там, унизить какую-то национальность, нет, естественно. Есть цыганский район, ну, как условно его так называют, Ламина, там бедные цыгане жили и сейчас живут. А вот Грасия, там богатые, вот там эта Грасия начинает. И вот там отель, сейчас не видно из-за этого аттракциона, отель, он в 1908 году построил кассу Фустер, пятизвездочный, люксовый. А вот там начинается Грасия. И вот мы с вами от проспекта Василу Те Грасия, Сетч Те Грасия, свернули сейчас и поедем. И снова по проспекту Диагональ. Диагональ, я думаю, вы догадываетесь, почему так называется. Ну, те, кто мой канал давно смотрит, они уже это давно знают. Да, проспект по Диагонали пересекает город. Вот, и вот здесь как раз тоже начинаются уже вот на проспекте Диагональ более такие, знаете, респектабельные апартаменты. Вот. И ценовая категория этих, этой недвижимости выше, чем в том месте проспекта Диагональ, откуда я начала поездку на этом автобусе. Вот. Ну, там тоже есть такие, как бы, выделяющиеся апартаменты. Ну, так, в общем и целом, там попроще, так скажем, жилье. Вот. Ну, опять, как в Лондоне. East End, если кто в курсе, да, восточная часть Лондона это для бедных. West End это западная часть, соответственно, для богатых. Ну, так и тут. Ну, понятно, что если вы, допустим, не дворянского рода, но у вас есть средства купить здесь недвижимость, никто вам слова не скажет. Нет какого-то, знаете, там, астракизма. Ты чего, мол, сюда залез? Вот. Ну, чем дальше мы сейчас будем двигаться по проспекту Диагональ, тем там дороже жилье. Если так разобраться. Что, почему и как, вот, мне пишут комментарии, а что, сколько стоит. Ну, возьмите конкретный адрес заинтересовавшего вас дома и посмотрите, если там продаются шилье какое-то продается. Вот, посмотрите ценник. Ну, давайте сейчас будут интересные места, буду включаться. Вот здесь начинается Гандушер. Это район для богатых. Вот, там очень дорогие квартиры. Вот, за этими домами это тоже Гандушер. Там дорого вот, да, вот, там очень дорого стоят квартиры, они большие, разные. Я там не была, я по рассказам сужу. И живут там в основном те, кто получил в наследство эту квартиру, да, осталось от мамы, папы, дедушки, бабушки, прабабушки. Ну, бывают и те, кто там ее купил. Живут там испанцы, каталанцы. Так что, ну, вот, из такого обеспеченного круга. Часто это адвокаты, врачи имеют там квартиру. Врачи здесь относят к обеспеченной категории граждан. Вот, учителя тоже. Вот, так что, ну, если кто хочет жить в городе, имеет возможность содержать такое жилье, а это не дешево. Ой, как мешает мне машина проезжающая снимать пейзаж. Вот, вот там тоже жилье вот такое категории, дорогой категории. Раз пока здесь поснимаю, пока тут машина уедет, мы с ней вровень едем. Вот, и содержать такое жилье тоже не дешево. То есть здесь коммунальные платежи, содержание жилья, жилья обыкновенного и жилья, как сказать, ВИП, отличаются. Например, они платят еще, допустим, в таких домах обычно бывает какая-то своя территория, прилегающая, закрытая для остальных. Ну, там бывают парки, но парк это общий доступ. Тут они только на ночь могут закрываться, да. А какая-то внутренняя территория, это для них. И, ну, вот здесь всякие там гостиницы, офисы, здания. Здесь ничего такого красивого нет, вот там покрасивее. Вот, и чтобы содержать эту территорию, тоже нужно платить. Там и консьержи, и уборщики, и для того, чтобы бассейн там на таких территориях нередко содержать в порядке, тоже, естественно, это надо оплачивать. Ну, и так далее. Поэтому здесь коммунальные платежи намного-намного дороже. Вот, как говорится, чем выше статус дома, тем выше этот ценник. Если дом обычный, простой для обычных, так сказать, граждан, ну, и там будет цена, соответственно, существенно ниже. Ну, вот здесь, о, вот там вот эти же ВИП-жилье, а вот здесь банки-офисы. И здесь университетские корпуса, помимо гостиниц, офисов. Как я уже рассказывала, Каталонский университет, барселонский, он не представляет себя одно здание. Это много разных зданий, территорий, разбросанных по городу. Многие из них вот в этом районе, да, богатом. Там тоже жилье вот-вот, вот там не дешевое. Это центральный офис банка Балакайша, Каталонский банк. Но сейчас его резиденция не в Каталонии, по-моему, насколько я знаю. Но если кто интересуется делами банковскими, посмотрите, это у них там апельсиновые деревья. Ну, все это дикие. Это для того, чтобы покушать нормальный апельсин или мандарин, он должен вырасти на специальной плантации. И эти фрукты специальным образом обрабатывают. А если вы увидите вот много в интернете картинок, вот видите, университет барселонский, это биофак. Большой корпус, не корпус, а целый городок корпус, тут много корпусов. И вы часто, наверное, видите в интернете картинки. А на той стороне, кстати, экономический факультет. Где деревья апельсиновые, вот плоды на них висят и даже падают. И мы говорим, о, как хорошо в Испании прям вышел на улицу и вот кушай апельсины. Ну, если вы их покушаете, понятно, вы не отравитесь. Вот тут, кстати, школа, при вот этом биофаке, это школа. Вот, то есть, как бы, старшие классы с уклоном. Если, наверное, детей логично готовят сюда поступать. Вот это у них книги, это библиотека, соответственно. Вот, ну, кто-то, если мне сейчас напишет, скажет, да мы пробовали с дерева апельсины там или мандарины. Ничего были. Ну, не знаю, может быть, даже может кому-то и понравилось. Ну, это не то, что в магазинах продается. Может быть, где-то рядом с вами, когда вы жили в Испании или там в Италии, там в Греции, был какой-то сад, который, допустим, вот как на приусадинном, да, хозяйстве, свой сад. И вот, там, вы, допустим, снимали, да, же ее и хозяева обрабатывали. Если нужным образом вот это экономический факультет, то там, может, и было вкусно. Может быть. Вот, видите, написано, экономический факультет, это тоже череда зданий. Даже целую мы остановку с вами проехали, но остановки тут короткие, мы помним. Вот это воинская часть, я ее тоже уже в своем видео показывали, выглядит как сказочный какой-то дворец. Ну, когда-то это, видимо, были какие-то особняки, но потом сделали из них военные казармы. И вот так вот, Испания, страна Атази, армия здесь контрактная. Вот такой дом я вам, например, приводила вот в этом богатом районе. Вот это как раз яркий пример. Там еще дальше дома есть, там парк Сервантеса, розовый парк, но мне сейчас не туда. Вот, и у него своя также территория. Вот это вот, вот по периметру вот здесь внутри, закрытая для других. Это только для них. Но мы идем с вами туда. Ладно, я потом поснимаю еще. Вот, сейчас пройду там, потому что надо мне уже поторопиться. Ну, вот такой, видите, вот неприметный вход на Педральбес. Кто не знает, что там ВИП-район, в жизни не догадается. Какие-то здания похожие то ли на склады, то ли на какие-то там, не знаю, магазины. Ну, согласитесь, не поймешь. И вот белые домики виднеются. Это как раз и есть самое сердце Педральбеса. Вот такие именно белые домики тоже отсюда в глаза не бросаются. И не будешь знать, что это за дома такие. Вот здесь школа. Здесь тоже школа и там еще прочие здания. Вот там школа тоже есть. Здесь ВИП-школы. Эти белые домики, вот, белые, да, Педральбес, белые камни. Вот как раз это и есть шик Педральбеса. Внутри я не была, но мне рассказывали, что там вполне себе. Но, правда, если дома, в доме долго не жили, допустим, а вот сейчас приехали люди там, то ли сняли этот дом, то ли купили, и, конечно, все будет старенькое внутри. Ну, кто, допустим, каждый делает под себя интерьер, да? Кому надо, переделает. Вот такие домики. Так. Дышу шумно, потому что в гору все время. Вот, видите, здесь как раз скопление белых домиков. Почему тихо? Вот здесь, здесь всегда тихо. В школах сейчас тихо. Это не потому, что здешние дети не орут. Еще как орут. Не хуже, чем наши. Вот. Потому что сегодня в Испании выходной. Не, ой, извините. Он не во всей в Испании будет. Здесь День Святой Ивлалии, покровительница Барселоны. Вот и выходной вам. В каждом регионе есть свои праздники. Выходные дни, соответственно. Есть общегосударственные. Вот. Вот сегодня выходной. Слышен колокол на монастыре. Он вот там дальше. Такое тишинее. Я уже рассказывала, здесь любят выходные спать долго. Еще 10 утра. Так что вполне себе спят. Ну, понятно, есть те, кто, даже если им не надо на работу, может вставать рано. Но, как говорится, таких меньше. Ну, вот тоже в моем видео мелькал такой домик в виде крепости. Такие особняки здесь на Педральбусе тоже есть. Тем более, некоторые из них за высокими заборами. Заборы здесь есть высокие. Ну, и некоторые заборы очень высокие, потому что горный склон. Они еще гору подпирают. То есть, как говорится, тут уже кто во что гораст. Вот такой домишко. Не знаю, кто в нем живет или сдает они. В этой улице, в конце улицы Российское консульство. Консульство, бывшее советское консульство. Многие особняки здесь приобретены или взяты в аренду различными государствами под свои дипломатические представительства. Так, ну, вот вам домики Педральбуса поближе. Вот. По-прежнему здесь тишина. Между этим эпизодом и предыдущим где-то разница примерно в час. Кто-то там у себя на территории разговаривает. Не буду в ту сторону снимать, чтобы не смущать никого. Ну, а в общем шума не прибавилось. И я спускаюсь отсюда, иду на транспорт.